В интервью журналу Fast Company принц Гарри рассказал о пагубном влиянии нелюбимой работы на психическое здоровье человека. По его словам, никогда не стоит ставить карьеру выше душевного равновесия. А всем тем, кому профессиональный путь не приносит радости, он посоветовал увольняться. Увольнения не так уж и плохи. На самом деле это признак того, что в сознании человека возникает потребность в переменах. Многие люди во всем мире застряли на работе, которая не приносила им радости. Теперь же они поставили свое психическое здоровье и счастье на первое место. С этим их можно только поздравить, сказал герцог Сасекский. После этого заявления на принца Гарри обрушился шквал критики. Принц Гарри говорит, что нам следует оставить работу, если мы несчастны. А что насчет санитаров в больнице работников отеля и просто мужчин и женщин, которые благодарны, что могут работать? Ты так далек от людей рабочего класса, ты никогда не беспокоился об оплате счетов, к сожалению, обычному человеку, который живет от зарплаты до зарплаты, у кого нет целевого фонда. Это сделать очень трудно. Цель работы не всегда радость. Многие трудятся, потому что нужно обеспечивать семью. Он не имеет ни малейшего представления о жизни и о том, что нужно, чтобы выжить самостоятельно. Как Елизавете II удается оставаться такой бодрой и легкой на подъем в свои 95 лет? Ответ прост – строгое расписание и режим дня. И даже президент США не заставит королеву хотя бы на пять минут отклониться от него. Бывший премьер-министр финансов Великобритании Джон Осборн рассказал, что однажды Ее Величество попросило его на государственном банкете культурно выпроводить тогдашнего президента Барака Обаму, ведь уже было поздно и монарху нужно было отправляться спать. Осборн сделал это заявление во время беседы с бывшим членом парламента и министром организации Old Palin Club, лордом Адом Вейзи. «Я был на банкете, в государственном банкете Великобритании по случаю приезда Барака Обамы. Королева подошла ко мне и сказала, вы скажете президенту, что уже поздно и я хочу лечь спать», объяснил Осборн. Он отметил, что в этот момент Барак Обама прекрасно проводил время, но, видимо, его веселье нужно было прервать. «Я посмотрел на Барака Обаму, который замечательно проводил время, пил водку с Мартини со своими товарищами и подумал, о боже мой, я буду тем человеком, который должен пойти и послать его домой», – растерянно, но с улыбкой рассказал премьер. Тогда уже бывший президент США Барак Обама прибыл в Лондон с государственным визитом и, конечно же, принял участие в торжественном банкете в Букингемском дворце. Во время праздничного ужина лидер произнес тост в честь королевы и особых взаимоотношений между Великобританией и США. Обама сказал теплые слова о монархе сразу после исполнения оркестром государственного гимна. Этот год стал знаковым для дружбы между двумя державами, ведь Обама был род той солидарности, которую демонстрировала Великобритания в течение многих лет. В том числе и после того, как Лондон поддержал страну после нападений на Штаты 11 сентября 2001 года. Стоит отметить, что Барак Обама приезжал в Великобританию и в 2016 году. А в 2013 году на саммите G8 президент шуточно называл английского премьера Джона Осборна Джеффри. Правда, потом Обама извинился за неудачное прозвище, ведь оно было похоже на имя его любимого R&B-исполнителя Джеффри Осборна. Около 10 лет назад Кейт Мидлтону наследовала особое украшение принцессы Дианы – помолвочное кольцо с огромным редкими сапфиром и бриллиантами. С тех пор герцогиня Кембриджская с ним не расстается. Ювелиры изучили аксессуар и раскрыли его тайный смысл. Принц Чарльз вручил знаменитое кольцо Леди Ди перед их свадьбой в 1981 году. Украшения выполнены из 18-каратного белого золота, 750-й проб с овальным цейлонским сапфиром 12 карат и 14-ю бриллиантами. По словам экспертов, оно имеет скрытое значение и многое рассказывает о характере своей хозяйки. Выбор этого классического стиля в качестве обручального кольца показывает, что его владелец придерживается традиций, но любит смешивать их с индивидуализмом и талантом. Форма яйца изначально символизировала плодородие и возрождение, что делает ее подходящим выбором для пар, которые пережили предыдущий разрыв. Современная символика – это семья и гармония. Это идеальный выбор для современной женщины считается, что голубой сапфир символизирует власть силу и доброту. Это подходящее заявление как для принцессы Дианы, так и для герцогини Кембриджской, цитирует слова эксперта по драгоценностям Клэр Битсон Экспресс. Меган Маркл и принца Гарри, как и многих других знаменитостей, не удивить жесткой критикой со стороны интернет-пользователей. Но иногда Хеэт выходит за рамки социальных сетей. Порой в роли хейтеров выступают некоторые знаменитые люди и даже президенты, которые не боятся публично бросать тень. К сожалению, для бывших королевских особ в реальной жизни нет кнопки блокировки или функции отключения звука. Если это было бы возможным, Меган наверняка захотела бы применить эту функцию на некоторых людях. Дональд Трамп, Дональд Трамп дал нам знать, что он думает о Меган на этой неделе. Трамп, обращаясь к политическому деятелю, работающему в СМИ, Найджелу Фараджу сказал, «Я думаю, что она очень неуважительно относится ко всей королевской семье и, что наиболее важно, к королеве». Трамп добавил в чате, что он далеко не поклонник Маркл. «Я не ее фанат. И никогда им не был. Я думаю, что Гарри просто ужасно использует, и что когда-нибудь он пожалеет об этом. Думаю, это испортило его отношение с семьей и сделало больно королеве», — сказал он. Он также обвинил ее в том, что она переступила черту, приняв участие в политике США. Напомним, Меган недавно попросила членов Конгресса включить финансирование оплачиваемого отпуска для матерей в законопроект президента Джо Байдена о социальных расходах. Возникает вопрос, какое вообще дело бывшему президенту США до Меган. Томас Маркл. Отец Меган действительно можно посочувствовать Меган. Мало того, что она отдалилась от своего отца Томаса, он еще и пиарится за счет нее. В прошлом месяце он публично призвал к лишению Меган ее королевского титула и сказал, что она оскорбила королевскую семью после ее недавнего неожиданного появления на шоу Эленда Дженерис. Выступая перед британским таблоидом The Sun, Томас сказал, она оскорбила королеву, королевскую семью и британский народ. Она выставила себя полной дурой и должна потерять свой титул. Я люблю свою дочь, но ее игра была нелепой. Серьезно. Папа. Пирс Морган, Пирс Морган много критиковал Меган Маркл в последние годы, но в прошлом месяце он поднял свою критику на новый уровень, назвав ее интервью с Эленда Дженерис вызывающим рвоту. В газетной колонке бывший ведущий Good Morning Britain заявил, у Меган есть все самое лучшее из миров. Она может использовать свое причудливое королевское имя, чтобы заработать сотни миллионов долларов, и ей не нужно выполнять королевские обязанности для семьи, которая даровала ей этот титул. Эта женщина может публично оскорблять членов королевской семьи, назвав их кучкой бессердечных расистов. И может жить жизнью сказочно богатой знаменитости, появляясь на диванах телевизионных ток-шоу, чтобы продвигать свой бренд. Понравилось видео? Тогда обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных новостей. Томаса Маркла, отца герцогини Сосевской. Меган Маркл. СМИ используют в хвост и в гриву. С одной стороны, нехорошо, что Томас нападает на свою дочь, давая интервью младшенькую, нежно любимую, ту доченьку, на которую он никогда доллара не жалел. С другой, а что терять папе Марклу, если его дочь, которая провела всего 17 месяцев в роли члена британской королевской семьи, спокойно поливает грязью семью своего мужа. Говорят, яблочко от яблони. Но я не уверена, что именно яблони Томас Маркл породила именно яблочко Меган. Там ведь полихрония и так далее. Томас Маркл – отец герцогини Сосевской. После того, как стало известно, что его дочка выиграла суд по поводу публикации ее личного. Конфиденциального письма к дорогому папочке не стал сдерживать эмоций. Накануне издание Mail on Sunday, которое выпускает компания Associated Newspapers, проиграла апелляцию, поданную в апелляционный суд Великобритании. Было признано, что высший суд Лондона в лице судьи Лорда Уорби вынес вполне справедливое решение. Опубликовав выдержки из письма Меган к отцу, СМИ нарушили право герцогини Сосевской на конфиденциальность, а также закон об авторских правах и закон о защите персональных данных. Associated Newspapers, кстати, не сдается компания намеренно подать еще одну апелляцию, на сей раз в Верховный суд Соединенного Королевства. Но Атомас Маркл заявил, «На данный момент они должны мне. Королевская семья должна мне. Гарри должен мне. Меган должна мне. За то, через что я прошел, я должен быть вознагражден. Моя дочь говорила мне, что когда я стану старым, она позаботится обо мне. Ну вот сейчас я старик». Меган, пришло время присматривать за папой. «Я хочу, чтобы ты и Гарри услышали меня и чтобы все поняли, вы относитесь ко мне несправедливо». Но как бы это не было стыдно, Channel 5 сообщил NBC News, что Томасу заплатили за участие в документальном фильме под названием «Томас Маркл. Моя история». Пятый канал сказал, «Мы упоминаем в программе, что редакция ему заплатила. Мы прозрачны в этом. Но мы никогда не раскрываем, сколько мы платим нашим респондентам».